всем привет начинаю свой новый влог и сейчас я иду получать посылку там косметика по бартрону то есть реклама и мне нужно получить ее вздек это в принципе не так далеко от дома находится поэтому иду получать надеюсь что там не будет много людей как в тот раз когда я получала в общем решила заснять влог а что еще снимать с другой стороны на улице у нас тепло 21 градус я в футболке вышла в своей любимой такой пиджачок у меня очень тепло очень хорошо как летом правда единственное я смотрела погоду уже на следующей неделе по-моему в четверг будет 11 градусов но у нас дождик практически каждый день ну посылку мне по-любому надо пойти получить она вчера пришла на самом деле но мне уведомление пришло что она пришла пол шестого а у нас дек работает до 18 часов то есть до 6 я не смогла я получить вчера но в любом случае сегодня они с 10 опять же до 18 работают кстати говоря так как был дождик каждый день же дождик все равно вчера вообще был ураган в москве я видела тоже был очень сильно ураган но у нас не такой сильный ну испарение идет такое так что идем вздек надеюсь там правда не будет много людей а то там такое маленькое помещение и все сразу в одно помещение это бегут не соблюдают дистанции вообще никто не соблюдает ничего всем как-то все равно а я по-прежнему в маске и перчатки у меня в кармане сейчас я без перчаток иду в общем-то идем у нас тут вовсе цветет яблоня и его черемуха вообще так пахнет клёво вот какая красота ну дождик был естественно что все цветет я уже подхожу и надеюсь ну тут нет где я надеюсь там не будет никого там вот вот видите они до 18 работают ну вот и быстро забрала вообще народа нет поэтому посылочка сейчас ее в шоппер засуну и в принципе все смотрите у нас вот тут вот где сдэк и стройматериалы ленточку повесили смотрите такое вообще впервые тут люди фотографировали я видела и у них тут деревья очень красивые вообще огонь потом тюльпики такие яркие достаточно интересно ну вот это вообще очень клёво вот смотрите я подальше встала как это выглядит я надеюсь картинка яркая будет а то мне отцвечивает немного но это очень интересно георгиевская ленточка а там вот видите какие-то флажки повесили я не знаю что они обозначают там нет никаких по сути к даже картинку вот еще один он там вдалеке хочу кстати у нас тут кафе или ресторан дюшес в общем не знаю по моему это кафе открыли прикиньте короче все у нас по ходу самоизоляция закончена ребят всем привет сегодня уже новый день я пришла в магазина так закупаться едой и тут столько людей это просто я не представляю все люди не соблюдают дистанцию мне это так бесит вот реально ты соблюдаешь спасаешь мир они ничего не делают вот ну короче с вам покажу что можно накидали в корзину и в принципе продолжим дальше потому что я спонтанно начала снимать здесь и кстати можно посмотреть девочка писала помнишь какую-то штуку она покупала под копченая что ли рыбы или что там было можно посмотреть здесь спасибо тебе за совет сейчас посмотрим что это такое у кого есть магазина так вот такие вот мерси 99 рублей дата хорошая и вот новогодняя но это можно снять упаковку там вот эта упаковка снимается и в принципе но тут эту упаковку просто снимаешь дано лучшая лишь красный 149 11 так что вот и смотреть то есть это ассерти вот она дата хорошая поэтому присмотритесь кому надо вот я нашла что девочка писала не помню как тебя зовут честно извини но в общем я нашла вот такой вот она покупала ей понравилось 89 рублей есть классическая никогда такое не пробовала и даже переделали эти баночки интересно а сейчас вот такая вот по с креветкой но это другая фирма еще есть а это тоже другая фирма я чуть на крышечки смотрю синие остальное тоже что-то я не знаю это вот аша интересно что ребят я дома и сейчас вам быстро покажу покупки это еще не все мы сейчас еще пойдем магазин сразу отвечу на вопрос почему мы так часто ходим в магазин а в названии я пишу что типа покупки на неделю я примерно это пишу потому что в семье у меня не один человек и нужно все-таки закупаться это все быстро заканчивается и так значит вот такой вот тортик мы взяли завтра отмечать 9 мая и взяли с вишней раньше я такие тортики вообще не любила вообще от слова совсем а сейчас мне они понравились это с вишней без акции но все же решили купить там 300 чем-то рублей это прям свежий-свежий поэтому решили взять дальше терку взяли каждый день фирма что-то там не помню 30 чем-то рублей по моему стоила она в общем недорого решили взять новую терку потому что старый уже плохая мерси конфеты я показывала по акции 99 рублей вот такие ассорти можете прочитать что здесь и кстати вот срок годности тоже нормально это труселя все равно вам покажу потому что это покупки значит 42 44 себе взяла такие в принципе хорошие должны быть мне понравился цвет у этих и вот у этих цвет очень красивый творожок для бабушки такой вот ей нравится творог для сырников мы уже брали очень вкусный сладкий кефир для папы взяли сметана для сырников ну и просто есть тоже в принципе хорошая и кромой вы девочка советовала в комментариях спасибо тебе еще раз за совет мы решили взять попробовать вареники были по акции домашние с картофелем и шкварками я не правильно прочитала подсолнечное масло взяли хлебушек потом мороженое вот столько моё это вот это решила попробовать вообще люблю только шоколадное мороженое но у меня от шоколада аллергия началась поэтому я решила попробовать фисташковая никогда не покупала посмотрим вроде по составу хорошие вот это я тоже покупала очень давно мне нравится хорошее мороженое но это не для меня и вроде все вам показала сейчас уже пойдем в другой магазин только с тележкой поедем потому что на себе нести достаточно тяжело мы зашли в магазин лента а тут вот смотрите полка такая 99 рублей точнее 100 рублей маски от фирмы твое магазин твое такие вот обычные черные я возьму одну себе качество на самом деле конечно не супер-пупер хотя бы будет такая маска 1 потому что все равно вот такие носить ты не будешь постоянно вот такие смотри в скупстве жесть но я вот такую возьму одну и так вот наши покупки в магазине лента начну взяли мясо для шашлыка здесь 4 тушки дальше по акции сливочные пухла вот такой вот еще взяли сосиски по акции какие-то копченые и гриль маска вот такие сливочные я уже показывала сливочные плавленый сыр в общем я показывала масло по акции три штуки взяли морковка и лук вот в принципе все так мы вышли на улицу опять только вышли из дома потому что все что мы купили в ленте занесли домой естественно ну потому что все равно тяжелое что-то скатся с этим и я в маске в черный как я хотела и так она нравится вообще вот тут вот где уши я не чувствую все хорошо так ткань на самом деле хорошая если где подбородок здесь вот так вот огромно а здесь нормально я не знают нормально большой морды мне кажется да погода у нас что-то становится хуже во первых сегодня прохладно поэтому я в бомбере но в рубашке в тонкой мне нормально мы идем фикс прайс также в перекресток зайдем и и в принципе потом домой потому что больше ничего будет не надо так мы все основное купили кстати насчет шашлыка я сказала чтобы не было вопросов пока не забыла я сразу скажу что шашлык мы будем делать дома мы никуда не поедем да там такая у нас небольшая ком-клуб фирма в ленте до наверно полтора года назад покупали 9 мая завтра поэтому всех с наступающим поздравляю я не знаю когда это этот влог выйдет мне еще нужно смонтировать покупки фикс прайса так это и не сделала потому что мне нужно было рекламу выставить поэтому у меня влог вышел еще один еще такое черное у меня ладненько тут много людей поэтому пойду ну как много один человек тут машины только поэтому чуть позже к вам вернусь смотрите у нас повесили лак россии и бьетовская ленточка очень интересно на самом деле и так на многих домах видите сколько очень много людей это еще маленькая такая часть а так тут вот кто дома скорее всего короче там еще светофор поэтому очень мало машин а так как сегодня просто тьма мы уже зашли фикс прайс тут людей нет практически смотрите какие блокноты привезли клевые да только нет ценника вообще нигде даже с обратной стороны нет и блокнот в клетку прикольно хочу сказать особенно вот этот мне кажется такой интересный ну и вот это тоже интересно пока это все еще вот такие вот я не видела или они были с водичкой такие новенькие итак мы вышли из магазина фикс прайс купили туалетную бумагу хорошую также я в предыдущем влоге если я не ошибаюсь в предыдущем мы заходили фикс прайс и купили такие таблетки специальные для унитаза очень хорошие вот еще зашли в пятерочку посмотрели акции и я там увидела на улице женщина стояла ребенку купила мороженое милка придумали мороженое я посмотрел 110 рублей я такая мы купили мороженое в два раза дешевле даже в 3 а вот такие вот 1 облега четыре дня хорошие губки купили таки да где же очень хорошие губки купили и специально там для это как его всякая сетка давай как всегда со своим шопером хожу так что вот ни одного пакета дома да вообще ни одного пакета просто перестали покупать потому что либо с тележкой ходим либо с шоперами у мамы от фирмы доктор пьер рекой давно давали кучу лет назад чуть давали 200 рублей стоило да конечно а я знаю что у бабушки еще такой кстати бабушки и дедушки привет я знаю что вы не смотрите да кстати в маске очень удобно она такая знаете не прям полностью к лицу прилегает она немножечко ну такая небольшая не знаю должно так быть или нет но мне в принципе удобно и что она из ткани это тоже удобно можно постирать потому что это многоразовая вот идем теперь в перекресток потому что там нужно по скидкам купить чего-нибудь еще итак последние покупки значит мы взяли рис вот этот очень хороший чеснок салаты я буду готовить помидоры огурцы тоже но для салата и просто поесть молочные сосиски майонез лук для салата но и просто поесть и вот это вот поднос короче все всем привет сегодня снимаю новый влог сегодня у нас 9 мая всех поздравляю и на самом деле мы уже сходили в магазин быстро нам надо было купить продукты молока не было масла нужно было еще докупить господи меня чуть мушка не сел я боюсь мух и всех остальных паразитов вот очень поздравляю всех и сегодня так как 9 мая также можно себя любимую похвалить чипсиками мериндой также тортик вчера покупали поэтому тортик можно сейчас есть вообще мы идем домой потому что все купили у нас тележка до тяжелая тележка потому что там курица у нас собака есть курицу мы тоже видим курицу поэтому для нас три огромные тушки это хорошо людей сегодня мало кстати еще 6 проезжали машины которая сигналит они очень долго уже ездят и с флажками всякими я вставлю обязательно в общем сейчас нужно будет переходить дорогу поэтому чуть позже вернусь к вам и как я вчера говорила мы будем делать шашлык вот какая интересная у нас шашлычница это фирма home club я тоже это говорила в магазине лента были не знаю как в этом году вот такие вот интересные они сами крутятся круто такие красивые будут потом покажу результат вот смотрите как получилось короче вот так вот выглядит очень аппетитно и еще сейчас будут получается здесь такая ням и вот у нас готово все как выглядит на шампурах очень красиво и очень вкусно большое спасибо папе смотрите салюзики у нас пока я не слышу салюзики а это в москве круто так неожиданно я смотрю великолепный век и тут вот такой резкий кадр что вы салюты этого не ожидала ну слушайте клево молодцы у нас сегодня ветерана поздравляли в соседнем подъезде живет так мило было там пели песенки к сожалению из-за авторских прав я не могла включить и показать вам но вот очень было мило так интересно мне кажется или кадры повторяются мне кажется они когда-то повторялись о люди выходили молодцы у нас тоже некоторые украсили балконы свои вот всякими такими вот интересными штучками слушайте мне кажется у нас то же самое ну вот если посмотреть может кто-то из соседей тоже так делает не только тут но прикольно но видите как все резко с 9 мая поздравляю что ж сегодня я решила сделать весенний салат он очень простой в приготовлении и понадобится не так много продуктов давайте вам покажу первое это нам нужно будет куриные яйца так как у меня будет большая порция ну примерно вот столько вот не так много возможно для кого-то но как бы для меня это будет много поэтому мне понадобится вот столько куриных яичек если вы хотите всего на одного человека сделать то естественно смотрите сколько вам надо уже будет взять дальше это огурцы вот такие вот обычные огурчики тоже смотрите сколько вам будет нужно на человека дальше 4 зубчика чеснока следующая соль также понадобится майонез если же вы не хотите майонез и любите то можете в принципе заправить сметаной и также лук понадобится просто обычный зеленый лук и в принципе это все что нам понадобится все как и и и и и и и и Продолжение следует... 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 Ну и перемешиваем это все, получается салатик. Ну что ж, вот такой вот у нас результат получился, очень красивый и вкусный салатик, я еще наверху посыпала зеленый лук, просто для красоты, мне кажется, что он очень красивый, такой весенний, можете приготовить это очень легко и просто, как я сказала, здесь не так и много нужно для того, чтобы это все приготовить, и я приложила в салатницу этот салат, чтобы было красиво. Также у меня будет картошечка, картошка, здесь куркума и чеснок, потом вот такие вот сосисочки, здесь вот шашлык называется, а вот это барбекю, Миратор, кому интересно, попробуем вкусный или нет, и еще это кабачки, а наверху это чеснок и майонез, смешиваем, вот так вот получается. В принципе, это все, кто будет кушать, вам приятного аппетита!